С 70-х они звучали из каждого кассетника, их копировали парни, в них влюблялись девушки. Сегодня они не просто кумиры, музыкальная хрестоматия в рок-культуре. Led Zeppelin 50 – отличный повод, чтобы собрать друзей и спеть легендарные песни легендарной группы. В продюсерском центре Игоря Сандлера живой рок-концерт. На сцене известные музыканты. Led Zeppelin – это та группа, которая прорвала вообще, новую идеологию музыкальную создала. Они были первыми, и они изобретали ту форму музыкальную, которая стала потом классикой уже. Но тогда этого не было, тогда было пустое поле. Хард-рок, фолк-рок, блюз-рок. Led Zeppelin положили начало еще одному рок-жанру – хэви-метал. Что это такое и как это повторить? Гитарист Дмитрий Четвергов вспоминает – это был целый музыкальный квест. Мы переписывали все это на кассеты, на разную скорость, снимали в медленном темпе, как это все пытались расшифровать. Потому что видеоммунитофонов не было, пытались понять, как это все играется. И вы знаете, это хорошая школа на всю жизнь, на самом деле. Одно дело сыграть, другое – спеть. Даже Лариса Долина с ее-то вокальным диапазоном за Дзепелин не бралась. Тогда не пробовала, тогда боялась еще. Потом я очень сильно увлекалась джазом. И просто наматывала на ус, слушала. И для того, чтобы, наверное, потом через много лет суметь воспроизвести то, что я вот понимаю. А у Романа Архипова дебют. На сцене он давно, но Led Zeppelin исполняет впервые. Как вы вообще вот это вот делаете? Орешь и все, что-то наливай да пей, как говорится. На самом деле рок-музыка отличается тем, что большой диапазон голосовой у большинства певцов. Потому что она подразумевает как бы часть эстетики. Ударные электрогитары, высокие ноты с хрипотцой, кудрявые шевелюры, кожа, богемная атмосфера 70-х. Кажется, день рождения Led Zeppelin удался. Мария Осадник, Денис Жаров, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok